Так, вы добрались сюда, Вань, как вы сюда проехали? Ну, стандартно едем на этот самый, на Темрюк, соответственно, проезжаем населенный пункт Стрелка и прямо на мосту съезд налево, то есть вот после этого будет мост, после Стрелки. Да, там его не видно, вот чуть-чуть видно сюда, вот река Казачий Ерик. И, соответственно, тут либо справа, либо слева. То есть, а, и туда, и туда? И туда, и туда, то есть, я не знаю. Туда 50 метров, туда 700. Сейчас поедем на право, короче. Там 50 метров, да, написано? Так, а туда еще асфальт идет, да? Здесь уже асфальт. А раньше не было ни туда асфальта, ни туда, короче. А, все это уже сделано, да? Вот тут у нас канал Казачий Ерик называется по карте. Сейчас мы видим, да, на него. Ну, раз 50 метров, то это что, мы теперь приехали, да, получается? Так вот, да. А, все, да? Ну, не факт, что тут будет. Тут обычно собирают по 6 человек. Соответственно, мы сейчас посмотрим. У нас уже 6, грубо говоря. Не, у нас 3, дети, бесплатно, довольно-таки поедем. А, ну, нормально. Ну, что, сейчас пройдем. Вот так, вы видите, долина лотосов, которая через 50 метров. Я так понимаю, где-то здесь, наверное, надо будет. Вот касса. А, еще касса. Все, отлично. Убидного зала. Ну, вот. Все, паркуемся здесь. Тут, видите, тоже машины есть. Люди приезжают с вами ходом. Берем, билеты, билеты. Касса заодно. Рвать лотосы запрещено, они занесены в красную книгу. Трое взрослых и двое детей, 4 с половиной в годе. А, ладно. Ну, иди сюда. Сейчас. А, еще можно через Берман, да, оплачивать? У вас есть, может быть, из Берманки, да? Можно. Прикладывать можно, пожалуйста? Угу. Спасибо. Или вы хотите... Не, 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 я просто узнала. А, это нам будущее, нам припас можно, да? Да, да, да. Можно штыки здесь, можно выкладывать на этот. Инстаграм. И возьмите на память. Рвать лотосы запрещено. Да. Вез момент. Красной книги. Угу. Спасибо. Вот так выглядят билетики. Отлично. Пойдем на лодку. Так, мы с тобой пришли уже, да, на посадку. Такой вот. Ай, маячая любезка. Бои. Вот так, где лезвикатер. Ага. Лучше садитесь по-разному. Слава, то ладно. Ветер шестерлый пошел. Ветер шестерлый пошел. Время движения лодки. Никто самостоятельно по лодке уходит. Хорошо. Руки забортили, стойки. Пурашки, кепки, шляпы свои, пожалуйста. Придерживайтесь. Очень сильно. Руки в листе. Хорошо? Дружная команда. Поехали. 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 Шпуль в долину Лотос будет пролегать по реке Казачий Ерик. Общее расстояние от стоянки до Лимана составляет 15 километров, а протяженность самого казачьего Ерико притока реки Кубань составляет 30 километров. Легендарная Кубань берет свои воды в горах Дамбая и Эльбруса и несет их к самому устью в Азовское море. Продолжение следует... Кубань на полн туристов, но и не менее уникальная история этого места. Но самым романтическим остается путешествие в долину Священного Лотоса, благословенную Буддой. Людей, желающих проверить и испытать магическую силу Лотоса на себе, достаточно много. И никого не пугает путь, который необходимо преодолеть, чтобы добраться до заветного места через живописные и дикие плавные доманы по казачьему Ерику. Этот рукотворный канал был построен более 200 лет назад, когда Екатерина II заполучила землю Тамани, а река Кубань стала границей между русичами и турками. Екатерине нужны были опытные пограничники, и она решила повлить из земли запорожским черноморским казакам. Казаки посадились на Тамарь 25 августа 1792 года. Дом Пельманов, они начали... Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Казаки Это галька и камень, и на реках Кубань подарила Черноморскому побережью золотые пески. Строительство этого канала велось без специалистов и предварительных расчетов. Казаки не учли уклон местности. Основной поток воды сразу же устремился к готовому пути. Казаки, как и на улице, река Кубань поверяла свое направление. И вот уже 200 лет впадал в Азовское море своим главным рукавом в городе Тенрюкен, в районе порта. Кубань – главная река Краснодарского края. Это символ казачества, а новоспета во многих сказаниях и песнях. Флора и флора этих мест существуют в единой гармонии. Здесь необходимыми жизненными факторами являются вода и плодородная земля. Вдоль берега раскинулись темные зеленые ветви Аморфия. Весной они покрываются сиреневыми соцветиями, и их аромат принятер в нас в составе среднего казачьего Америка. Над пушистыми ветлями Акации возвышаются седы и великаны – вербы. Склонив свои ветви над водой, как принесли у вас на нашей Таманской земле. У многих народов еще встал. Вдоль берега расстреляет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok